Добрый день, дорогие друзья! Приглашаем вас в нашу литературную гостиную. Сегодня у нас очень интересный гость. Я хочу познакомить вас, хотя он человек известный в Ульяновске, Владислав Ястребов. Здравствуйте, Владислав Викторович. Мы очень рады, что вы пришли в литературную гостиную. Я должна сказать, что мы с вами сотрудничаем. И ваши произведения, ваши отрывки из разных книг печатались и в журнале «Мономах», и в журнале «Симбирск». Я надеюсь, что мы будем с вами продолжать сотрудничать. Ну а сегодня покажем нашим зрителям вот тот огромный объем работы, которую вы сделали, и порадуемся за вашу новую книгу. Вы о ней расскажете «Храмы Симбирска». С удовольствием. Она вышла буквально несколько дней назад. Называется «Храмы Симбирска». Вышла книга под эгидой Спасского монастыря и приурочена к 190-летию Симбирской епархии. Такой большой труд. Но сразу похвастаюсь, что мы воспользовались вашими материалами. И сейчас журнал «Мономах» тоже готовит выпуск, специальный выпуск, посвященный 190-летию Симбирской епархии. Дата большая, значительная, есть о чем рассказать. Журнал будет насыщенный, интересный. Ну а вы, может быть, немножечко подробнее скажете, как велась работа, как удалось издать такую книжку. Можно взять ее в руки, показать. И, конечно, это большая радость, я думаю, для всех. Не только для верующих, но и для краеведов и вообще Симбирян. Идея книги появилась очень давно. Где-то еще с 80-х годов я стал собирать старые такие фотографии храмов. И удивлялся. Я не местный, сразу поясню. Мне было интересно, что здесь было. И вдруг я выяснил, что практически все храмы уничтожены. Поэтому как-то постепенно подбирал какие-то статьи, стал интересоваться. А после того, как с отцом Ильевой Косых мы стали готовить книжку «Бог есть любовь», уже стала... Тоже можем показать ее, точить. Стала подбираться информация уже о конкретных храмах. И когда летом прошлого года, 2021 года, поступило предложение издать, я с удовольствием согласился. Но, к сожалению, у этой книжки есть один фундаментальный минус. Какой? Информации чрезвычайно много, а объем был ограничен в 512 страниц. Соответственно, вошли храмы Сибирска. И мы сразу в предисловии оговорим, что соборы Сибирска будут изданы отдельно. Там работа тоже уже ведется и подготовлена. Она ведется постоянно. Отслеживаются все публикации, найдены все публикации за все время, просмотрены архивные материалы, есть море фотографий и так далее, которые надо просто скомпилировать, чтобы это получилось такой связанный рассказ в хронологическом порядке. А потом было бы здорово объединить храмы Сибирской с соборами Сибирска, чтобы это была такая полноценно объемная книга. А получится это или нет, ну, к сожалению, не знаю. Вы как-то сотрудничаете с епархией, обговариваете эти планы? Нет, нет. Там издательский отдел, ветеробот, сейчас. Да, нет, нет. Собственно, сотрудничество началось именно со Спасским монастырем. Вот. То есть мне предложили, я же обыкновенный исполнитель. Мне предложили, я с удовольствием согласился. Вот. Потому что работа действительно интересная получилась. Многие, кто пока книгу не видел, могут быть подумать, что это достаточно стандартные здания, ну, практически столетней недавности, там, Яхнатов, Баженов, на самом деле не совсем так. Здесь история тех или иных храмов, которые сохранились, прослеживается до буквально осени прошлого года. А те, которые были уничтожены в 30-х годах, соответственно, есть публикации из местной прессы. Прямо сканы и так далее. Все это можно посмотреть. Ну, и богатая библиография. Это тоже очень важно для краеведов, для мауки. Это очень важно. Почему? Потому что нельзя вместить всю информацию. Поэтому человек, который заинтересуется, вполне может найти эти публикации. Опять в том же журнале Монома, в каких-то других изданиях, и получить более подробную информацию. И еще один плюс, может, это не скромно, все-таки мы постарались найти, этим до нас никто не занимался, притчат, то есть священников, дьяконов, псаломчиков. Полностью. Это огромная работа. Как вам удалось? Это, с одной стороны, адский труд, потому что пришлось просмотреть практически все епархиальные ведомости симбирские. И плюс архивные материалы. Сразу говорю, не все. И плюс, наверное, многих может смутить, что тельные священники упоминаются в разных церквях и храмах. Это нормально, потому что они переводились. Да, да. Да. С повышением или с понижением и так далее, тем не менее. Постарались объять необъятно. Вот что получилось, вот вылилось в эту книгу. Поздравляю. И скажем, что только-только вы ее получили из типографии, вот мы уже ее представляем, можно с ней познакомиться, и она будет в библиотеках. В библиотеке Дворца книгу уже есть в хривическом отделе. А кто помогал вам работать над этой книгой? Слушайте, это нескромно, здесь стоит моя фамилия, на самом деле очень много людей, которые помогали всем, чем могли. Ну, конечно, я благодарен Спаск-монстрелю, который профинансирует все дело, потому что на собственные деньги сдавать это чрезвычайно тяжело. Это мягко сказать. Во-вторых, конечно, с самого начала, вот все эти идеи краеведческие, в том числе такие вот, ну, скажем так, религиозные, поддерживал меня, ну, известный такой филолог, педагог университета, Наталья Владимировна Миронова, она с самого начала, это где-то лет 8-9, чем, как я этим занимаюсь, вот. Плюс, конечно, совершенно замечательный редактор, очень красивая женщина, умница. Важно, что красивая. Да, на первом месте. Вот. Умница, чрезвычайно требовательная, и совершенно бескорыстная. Это Наталья Васильевна Бороденкова. Сейчас она старший библиотекарь Кровеческого отдела Дворца книги. Ну, и масса людей, которые, наверное, нет смысла перечислять, потому что все они упомянуты в конце, всем моя большая благодарность. Кто-то помогал иллюстрациями, кто-то помогал информацией, кто-то помогал там поддерживать, обрабатывать фотографии и так далее, и так далее. Кто-то просто советом. И все на энтузиазме. Абсолютно. Абсолютно, да. Это мои, как правило, друзья, знакомые, приятели, просто очень хорошие люди, с которыми я поддерживаю добрые дружеские отношения, и они в этом принимают самую непосредственную часть. Нужно очень любить это дело. Скажу, что я познакомилась с вашим творчеством через эту книгу «Бог есть любовь». Как начиналось сотрудничество с Иоанном Косых вообще? Совершенно случайно, по той же версии, как это обычно. Илья Николаевич Косых, да. Я собирал информацию и в публикациях, и в интернете, и вдруг совершенно случайно выскочила дипломная работа Ильи Косых в Сретенской семинарии. Я прочитал, ну, во-первых, она очень маленькая, там, 50-60 страниц. Но мне понравилось, что все очень конкретизировано, по сути, вы знаете, вот как бывает рыба, остальное все можно растить. Мне понравилось. Я нашел его, он работает в Московской патриархии, сейчас уже достаточно большой начальник. Да. Да, какого-то отдела связанного с коммуникациями и так далее. Я позвонил, говорю, отец Илья, вот, прочитал ваш диплом, хотелось бы из этого сделать книгу. Он, Владислав, при всем желании, я так занят, что физически не могу. А вы можете делать с этим все, что угодно. Почему я к нему обратился? Илья Косых, это сын Николая Косых, да, бывшего предстоятеля Трехсвятского храма, кстати, который вот уже три месяца как уехал в Подмосковье. Он теперь служит там. Поэтому никаких проблем не было. Когда где-то в течение года все это было обработано, найдено, прокомментировано, я опять позвонил, говорю, отец Илья, вы будете редактировать, смотреть, выслав, я типа полностью доверяю. И вот она такая вышла. Ну, плюс, чрезвычайно умный человек и чрезвычайно скромный. Вот пример такой. Когда книжка вышла, я ему позвонил, говорю, отец Илья, книга вышла, давайте я вам пришлю, сколько экземпляров? Один. И вот дед Серёж, абсолютно, просто пусть стоит на полочке, как память о нашем с вами сотрудничестве. Вот, и всё. Это тоже очень, конечно, важная работа. Но для меня, знаете, это, что необычно в вашей биографии, такой огромный интерес к церковной теме, к истории нашей епархии, к соборам, к рамам симбирским. Но вы-то вышли из среды музыкантов, причём рок-музыкантов. Для меня эта область – это, как, знаете, космос, это другая планета. И у вас есть вон там спрятанная, может быть, возьмёте её в руки, книга, связанная с вашей молодостью, или вообще целиком с вашей жизнью, автограф. Это рок-группа? Нет, это рок-клуб у нас был. Рок-клуб. Да, и как это у вас от рок-музыки вдруг биография, судьба занесла или Господь Бог привёл к храмам? Не совсем так. Все думают, что это вот разные, не пересекающиеся какие-то области планет. На самом деле, мало того, я, конечно, не смогу привести примеры среди священников ульяновских очень много бывших рок-музыкантов. Да. Да. Вот, может, кто-то откликнется и подскажет. А идея появилась достаточно давно, где-то в 90-х годах. Опять же, у нас был магазин «Контакт» на улице Карла Марфи. Одиннадцать из приятелей ко мне подошёл, говорит, «Луислав, слушай, у тебя столько интервью, а почему ты не хочешь сдать книжку?» А интервью действительно было очень много, за 200, наверное, с самыми разными людьми, самых разных жанров, то есть начиная от Иосифа Кобзона и Виктора Цоя. То есть раньше вы именно только музыкой занимались? У нас был рок-клуб «Автограф Д.К. Мечкал», была дискотека «Карусель», был клуб филофонистов, который носил название «Диск» и так далее. И всё это под общим кровом музыкального клуба «Автограф». И, соответственно, мы записывали все концерты, которые в Ленске были, записывали интервью с музыкантами, ездили на фестивали в Ленинград, тогда это Ленинград был на рок-фестивале, ездили на фестивали Московской рок-лаборатории, там встречались с музыкантами, сделали слайды и так далее. То есть была чрезвычайно интересная жизнь, которая прекратилась в 89-м году с момента начала бизнеса. У нас появилась студия звукозаписи и такой мультимедиум-магазин «Автограф». А всё равно не хватало какого-то, ну, я бы сказал, всё-таки творчества. Да, мы пытались записывать какие-то сборники музыкальные, и поэтому идея выпустить интервью мне показалась очень интересной. Я просидел, наверное, три вечера. Но выяснилось, что вот в голом виде эти интервью просто публиковать нельзя, потому что часть записывалась у музыкантов дома. Они там пространны на полтора часа. А часть между концертами, которые буквально 10-15 минут, которые давали представление вот просто о группе, о её программе вот на нынешний момент выступления в Ульяновске. Вот. То есть нужна была какая-то такая вот аранжировка, окантовка, чтобы это всё объединить. Чем объединить? Только вот то, что это имело отношение к рок-лубу. Ну, знаете, начало 90-х, середине 90-х годов – это такое время, первоначальное накопление капитала, жажда наживы и всё такое. Честно говоря, просто руки не дошли. Мысли сидело. Вот. И однажды уже где-то, может быть, в середине 2000-х, мой старинный приятель Гену Дёмочкину позвонил, говорит, «Слушай, вышла очередная книга, я тебе звоню, ну, приноси». Принёс, подарил, подписал, мы посидели, поговорили. Вот. Он говорит, «Слушай, а давай книжку тебе такую же сделаем». Я говорю, «Ген, у меня ещё мания величия не такой гипертрофированной формы приняла, поэтому, а давай руку бе-авто». Он бывал на руку бе-авто, он тогда работал на радио, делали какие-то программы, мы участвовали в программе «Факел», которой он занимался в качестве редактора. «Давай». Но опять не сложилось, не знаю почему, просто вот не судьба. А всё, я уже оседлал эту идею, обзонял многих знакомых журналистов, которые были в теме музыкальной. Это и Сергей Гугин, это Ярослав Щедров, и Вика Чернышева, и Люба Чиликов, всех. Опять не сложилось. И вот опять же, вот, ранее упоминаемая Наталья Валентина Мирона, говорит, «Лыслав, ну, ты же знаешь, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам». И я, как человек чрезвычайно пунктуальный и занудный, завёл папочку в компьютеры. «Будьте смеяться, эта папочка датируется 10-м годом». А вышла она вот осенью, ну, практически в декабре 2021, 11 лет. Но это не значит, что все 11 лет я упирался с утра до вечера, нет. Постоянно вот отвлекаясь на какие-то другие книги. Но этот год, вернее, уже 2021, был чрезвычайно печальный на потере. То есть масса моих знакомых музыкантов, журналистов, местных, и Сталина, тот, и Николай Меннерд, и Дмитрий Шавырин из «Московского комсомольца», который к нам приезжал, выступал. Их нет. И мне показалось, что, ну, во что-то надо книжку выпустить, вот просто как память о них. Вот. Оно и вышло. Признаюсь, что мне особенно дороги ваши мемуарные книги, и с огромным удовольствием прочла книгу Ястребова «Силуэты прошлого». И признаюсь еще, что долгое время думала, что это ваш родственник. Читала, выискивала в книге, думаю, а какая же связь? Ну, вот потом все-таки поняла, что это совпадение, что это однофамилец. Но книга очень интересная, очень ценная, читается как детектив, и я думаю, все, кто брал ее в руки, в восторге. Расскажите немножечко о том, как вот все-таки пришла идея создать, издать эти мемуары. Ну, самое главное, мы не родственники, и даже не знакомы. Я приехал в Ульяновск в 1975 году, а он в 1969 году уже скончался. И мало кто знает, и, может быть, для кого-то это будет откровением, многие знают, что в Ульяновске сохранится несколько зданий. Это вот здание Ульяновской правды на Гончарова, здание студенческой поликлиники и так далее. Еще несколько, которые принадлежали на то время богатейшей семье Зеленковых. Вот он и внук Зеленкова. И он это все скрывал. Да, ну, было советское время, то есть и хвастаться особо нечем было, да и опасно, к тому взгляду. А на улице нынешней Ленина сохранился дом его мамы, где он жил. Он о нем описывается, здесь есть фотографии его дома и так далее. Книга чем интересна? Потому что она охватывает огромный период, то есть с конца XIX века, когда он еще был пацаненком, и заканчивая Великой Отечественной войной. Он преподавал в пединституте. И как раз вот очень интересное воспоминание о том, ну, чрезвычайно тяжелейшем времени, которого тогда институт и весь наш советский народ испытывал в то время. Но, к сожалению, я никакого отношения не имею, но когда я увидел какие-то фрагменты, опубликованные в Симбирском курьере еще где-то, мне показалось это чрезвычайно интересным. Нашлись машинописные листы часть, большая часть во дворце книги в Кровеведческом отделе, а меньшая часть, несколько глав в фондах Сытина в областном архиве. И мне показалось чрезвычайно интересным это все объединить. И вот когда это все объединилось в хронологическом порядке, выяснилось, что впечатления и его воспоминания, даже не знаю, как сказать, совершенно другие, нежели какие-то фрагменты опубликованные. Все, уединенного, и получилось, и открылась эпоха, открылись люди, характеры, события. Можно проследить, если что-то не знаешь, можно соединить вот эти судьбы, о которых он говорит, если читал у других авторов. Это такое счастье, что это все объединилось. Нет, интересно то, что я с этими машинописными листами даже ходил по улицам. Вот он пишет про такой-то дом. И вы? Да, вот этот дом. Я сфотографировал, вошел. Пишет о другом доме, уже не сохранился. И вот там все эти его воспоминания с комментариями опубликованы. И еще раз говорю, то есть моя роль тут десятая. Самое главное, что сам стиль написания, знания этого человека, подход доброжелательный практически ко всем. Вот получилась такая очень хорошая, спрашиваем книга, тираж которой, к сожалению, уже давно закончился. И объективные характеристики земляков. Объективно. То есть он честно в одной из глав он сделал такое маленькое присловие не для публикации. Тем не менее, мы рискнули опубликовать, потому что было бы немножко ущербно пожертвовать одной главой ради этой фразы. Тем более, прошло столько лет. Ну, почему бы нет? Нет. Да, за эту книгу особое спасибо. Вам спасибо, что оценили. Ну, и язык, конечно, изумительный. Язык филолога – это тоже большое счастье. Эта книга у нас в отрывочках печаталась в журнале «Симбирск». Да. Литературный журнал «Симбирск» отразил воспоминания Ивана Иноземцева. Тоже очень интересная. И тоже знаменитый человек. Сейчас немногие помнят, но в 60-е, 70-е годы он был очень известный врач, рентгенолог. Оставил, Иван Павлович Иноземцев, оставил чрезвычайно интересные воспоминания, притом было интересно, как. То есть какие-то упоминания просто были, где их найти, я не знал. Совершенно случайно встретил Елену Орлову. Это педагог третьей гимназии, она же заведующий музеем. Разговорились, у меня были какие-то вопросы по поводу музея. И вдруг она неожиданно говорит, так у нас есть книга Иноземцева. Как книга? Она говорит, нет, нет, нет. Он сделал машинописные листы, наклеил прям фотографии, сделал обложки, и получилась книга. А можно ее отсканировать? Да, конечно. Я отсканировал книгу. Потом в процессе работы еще над чем-то попал в Гани, в архив новейшей истории. Стали искать там материалы по участникам Великой Отечественной войны, и там его воспоминания. И вот мы просто взяли и объединили это. Чем интересно? Совершенно непосредственно. Есть и здесь большие, у Алексея Васильевича, большие главы, все расписано. Там какие-то такие маленькие интересные заметки. Притом на грани того, что люди, кстати, многие, нет, этого не может быть. На самом деле все там документально подтверждено. Чрезвычайно интересные судьбы. А он же в концлагере отсидел почти полтора года. И когда освободили, еще там проверка длилась около года. И тем не менее, потом вернулся сюда, в Ульяновск, на свою родину, и 50 лет отработал врачом. 50. Жил он в центре, очень интересный человек, коллекционер. В основном коллекционировал часы старинные, самых прекрасных ремонтировал тогда. И вот тоже уже за несколько лет до смерти написал эти воспоминания, которые нигде не были обубликованы. Тоже фрагментами были растасканы на какие-то цитаты. И опять же, то, что это вышло, кстати, это первая книга в этой серии. И то, что вот она вышла в одном томе, я считаю, тоже это большой плюс для краеведения. То есть люди могут обратиться к ней, посмотреть, почитать. И очень необычные сюжеты. Это тоже как детективная история. Там и убийства, там и поиск, чего только нет. И все это в нашем городе. Извиняюсь, что перебиваю. Дело в том, что он прекрасный был фотограф. Там используется фотография, кстати, и в этой книге фотография его используется. Он был совсем молодым, юноша буквально, которому подарили там фотоаппарат. И вот разрушение соборов, снятие колоколов с той же Богоявленской церкви. Многие не знают, но это именно его фотографии. И, слава богу, они сохранились. У него было 9 альбомов, сохранилось только 2. Которые вот любезно поделилась его внучка Бориса Миронова. Которая вот просто дала совершенно бескорыстно и так далее. Вот просто на память о своем дедушке. Без ее помощи тоже бы книга была бы. Но она была бы гораздо менее интересной и менее иллюстративной. И вот совсем абсолютно уже опять другие книги известного полярника Ивана Андреева. Как вы к этим работам пришли? Ну, когда вот эта серия «В зеркале времени» уже встала на ноги, что называется. Мне Наталья Васильевна Бороденкова подсказала, что есть вот такие воспоминания. Опять же, в машинописи Ивана Андреева, который жил уже долгое время после войны в Ленинграде, но регулярно сюда приезжал. Притом его воспоминания назывались «Записки марксенка». Кто не знает, нынешняя школа гимназии Ленина – это бывшая трудовая школа имени Карла Маркса. И вот все ребята, которые там учились, их называли марксятами. И Жиркевич с таким пренебрежением тоже о марксятах писал. И тем не менее, он опять же оставил чрезвычайно интересные воспоминания о том времени, о 20-30-х годах. Потом он поступил в институт в Ленинграде, стал, как вы совершенно справедливо сказали, известным полярником. Но полярником не на Северном полюсе, а на Ледниках. В данном случае на Леднике Фетченко. И почему получилось две книги? Одна достаточно внушительная, а вторая тоненькая. Серия краеведческая, а его полярные приключения не совсем краеведческие. И мы приняли такое тяжелое решение, что оставляем все-таки то, что касается Сибирска-Ульяновска. Но когда книжка вышла, я подарил своему давнему знакомому Игорю, Игорю, Игорючу Егорову. И он говорит, слушайте, а там ведь есть упоминания, что он полярник. Я говорю, да, есть воспоминания, но они не совсем, не имеют отношения к Ульяновску. Так давайте мы издадим под маркой географического общества. Да с удовольствием. И вот они профинансировали выпуск, тиража в 200 экземпляров, и книга тоже вышла буквально перед Новым годом. Тем более мы сделали ее такой пресной, если обычно все книги там море, комментариев, какие-то фотографии. Здесь специально отказались от всего этого, от наносного, чтобы остались именно его. И вы знаете, вот все отмечают, что, ну, чрезвычайно интересно читать, вот это как дух 30-х годов. Совершеннейшая бескорыстность, исследование чего-то нового и так далее, и так далее. Ну, не знаю, вот я искренне, может быть, сожалею, говорю, что сейчас таких людей нет. И вот то, что есть память о них, то, что это вот из каких-то архивах все было найдено и опубликовано, это здорово. Да. А вы не связывались с его детьми? Вот. Вы знаете, во-первых, он умер. Детей у него не было. А родственников я, в отличие, допустим, Алексея Васильевича, просто не мог найти. Мы, кстати, даже очень с большим трудом установили его дату смерти. Это было Ира Сергея Борисовича Петрова. Потому что у него какие-то есть связи в Ленинграде, я все по привычке в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, где он связался с библиотекой. Библиотекари связались с Советом ветеранов, и только тогда мы смогли узнать точную дату его смерти. У него супруга даже раньше его умерла. К сожалению, вот он один остался. Тогда тем более важно, что вышли книги. Конечно, конечно. Спасибо вам за эту работу и за эту беседу. Это интересно, это важно, полезно. Дай Бог вам сил, здоровья и денег. Я уж не знаю, как вы их зарабатываете, но это, конечно, очень нелегко в наше время. Дай Бог вам сил, терпения и новых открытий, и новых интересных людей. Главное, чтобы были друзья в этом деле, соратники. Вы упоминали многих. Наверное, благодаря этому и что-то получается. А я хочу поблагодарить наших телезрителей за то, что они интересуются вопросами литературы. И хочу поблагодарить за то, что остаются с нашими журналами. Журналы «Мономах» и «Симбирск». Всех призываю не только читать, не только подписываться, но и быть участниками. Присылать интересные статьи, интересные воспоминания, дневниковые записи своих родных. Все это очень востребовано. Всем огромное спасибо. Субтитры подогнали Симон.